Добрый вечер. Персона Грата сегодня, художественный руководитель театра «Свободное пространство» Александр Михайлов. Еще раз здравствуйте. Мы начнем, может быть, не совсем логичного вопроса, но я не могу не спросить. Когда мы с вами встречаемся, вы обычно всегда улыбаетесь и вдушевлены. Сегодня мы вас встретили в совершенно другом расположении духа. Это как-то связано с премьерой предстоящей? Ну, это связано с тем, как сегодня день начался, потому что у нас до премьеры остается очень немного времени. А поскольку мы на чужой территории находимся, то тут просто очень много не готово. Городской центр культуры. Естественно, городской центр культуры, да. И это заставляет меня так находиться не в том... А какие сложности? Сложности в том, что площадка не совсем театральная? Сложностей очень много. Во-первых, ну, надо в этот день, мы должны привезти декорации, а для этого их надо загрузить из склада, забрать. Здесь площадка была не готова, не все убрано, и она, ну, как бы, недостаточно оборудована. Ну, много всякой технической такой проблематики, которая заставляет, как бы, нервничать сильно. Это следствие, в общем, реконструкции, которая... Ну, это следствие того, что мы находимся, естественно, все время в условиях выездных спектаклей, и того, что мы так и не смогли решить вопрос, какая же площадка будет, ну, временно, вот, стационарная для театра. Мы везде вот играем в условиях выездных спектаклей. Для театра это очень трудно. Ну, играть-то еще как-то можно, а когда ты выпускаешь спектакль, это просто тяжелейшая. Очевидная постановка, которая воплощается вот в таких непростых для театра условиях, это Тиль. 6 февраля будет премьера, первый раз вы сыграете на сцене городского центра культуры. Вот непосредственно про творчество. У вас, как у художника, мне кажется, уже сложилась такая концепция спектакля, которая однозначно интересна зрителю, которая может играться более полусотни раз и практически всегда при аншлагах. Я вот только несколько перечислю. «Алые паруса», «Бендежник и король», «Ханума». Что их объединяет? То, что это музыкальные спектакли, то, что это драматургия, проверенная временем, крепкая. То, что яркое музыкальное сопровождение. Безусловно, массовые сцены, много танцев, много хорошо исполненных песен. Вот в этом смысле Тиль будет еще одной «Ханумой» или это другое будет решение? Ну, вы просто называете спектакли, которые действительно объединены общим понятием «музыкальный спектакль». Тиль в этом смысле, он, ну, как бы он так на грани между драматическим и музыкальным. Здесь тоже много достаточно музыкальных номеров, но это не мюзикл. Это очень глубокая и очень интересная пьеса Григория Горина, который, как мне кажется, вот именно сегодня пришел, как бы, срок. Поэтому, ну, я надеюсь, что нам, как бы, удастся совместить и взять все-все-все-все то лучшее, что несет в себе музыкальный спектакль. А это энергия, это динамика, это очень такое мощное воздействие на зрителя, потому что музыка, она воздействует сразу, и непосредственно слово в этом смысле, оно, как бы, гораздо более тонко работает. И в то же время вот глубина тех проблем, которые есть в пьесе и которые отражают, ну, во многом то, что сегодня происходит в жизни. Вот о проблемах, которые есть в пьесе. Ключевое событие – это гражданская война. То, о чем пишет Горин и еще его предшественники, первый источник. Тема очень сегодняшняя, но не кажется ли вам, что сегодня наше сознание излишне уже милитаризовано? Есть даже вот такой официальный термин – милитаризация сознания. Включаешь там телевизор, радио, кажется, что кроме войны, может, это кощунственно сейчас, конечно, прозвучит, кажется, что ничего вообще нет. Ну, то, что тема гражданская война, это вы определили сами. Я совсем так не определяю тему спектакля. Я говорю, что ключевое событие, которое заложено автором. И ключевое событие, да. Значит, тут событий много всяких, всяких обстоятельств много разных. Это не гражданская война. Это Испания, которая захватывает Фландрию и которая там наводит свой порядок. Это не гражданская война. Религиозная, скорее. А что касается милитаризации сознания, да, это действительно очень сегодня опасная такая проблема. И мне кажется, что, ну, я давно про это говорю, что все, вот, что мы делаем, оно должно людей объединять. 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 И напоминать им о том, что они люди, в первую очередь. Люди. И думать о том, что и кто их разделяет. И вот когда вот это вот разделение происходит, да, то и часто люди к этому оказываются готовы, то очень хорошо было бы все-таки вспомнить и основные заповеди, как бы, и основные ценности. И тогда, может быть, не надо было бы хвататься так быстро за оружие. Если вот говорить действительно о пьесе, там это в очень большой степени это такой, как бы, исповедальный материал, потому что это оппозиция и об ответственности художника, который живет в условиях тоталитарного режима. Вот это о чем. О том, как личность, ну, в данном случае Тиль, да, вот как он существует, какой выбор перед ним ставит жизнь и какой выбор он делает, да, вот пойти принять те условия, которые предлагает сила, власть, политические всякие там руководители, деятели. Или остаться в согласии с собой, с теми понятиями, с теми законами, которые для него естественны, как для художника, как для полноценного гармоничного человека. Вот, как бы, вот это вот основная проблематика. Пьеса очень востребована, и, наверное, одна из самых ярких постановок была у Марка Захарова. Это был тот случай, когда на следующий день после премьеры артисты проснулись знаменитыми, но вот сейчас немножечко не об этом, а о том, что один из приемов, который он использовал, это всех женщин, которых встречал Тиль, очень любвеобильный герой, играла одна актриса, Инна Чурикова. Вот давайте так, чтобы не раскрывать всех секретов, но поделиться какими-то вашими режиссерскими находками. Нет, это я вам скажу, я уж не знаю, кто это придумал, но это заложено, это написано у Горина, что Нелли, Беткин и Анна – это одна актриса. Там, ну, можно сделать другой ход, как бы, и сказать, нет, я не буду делать так, как написано у драматурга, и сделаю, чтобы это было три актрисы. Но это разобьет явно и концепцию, и мысль убьет ту, которую вложил Горин. Поэтому, конечно, у нас тоже играет одна актриса. Началось? Нет, он еще спит. Наш мальчик спит. Ему рано выходить на дорогу жизни. Когда же этот шалопай соизволит появиться на свет? Сколько можно ждать, клянусь, если он сегодня же не появится на свет, мне придется туда за ним слазить. Ну, не умысь, ну сегодня, завтра, какая разница? Нет. Этот майский день 1526 года меня вполне устраивает. Мне нужен сын, а Фландрии нужен герой. Расскажите о вашем знакомстве с Григорием Гориным. Было и такое? Было, да. Мне повезло, действительно. Я когда-то писал большой материал про Марка Захарова и пытался встретиться и поговорить с теми людьми, которые его знают. И вот на мое счастье Григорий Израильевич, он мгновенно ответил, как только я телефон его узнал, позвонил, сказал. Он говорит, да, конечно, я про Марка расскажу с удовольствием. И я был у него дома, и мы где-то, наверное, час-полтора разговаривали про Захарова и про театр и про жизнь. Это было в 85-м, может быть, начале 86-го года. Ну, тот разговор 40 почти лет назад, он что-то вам дал сегодня для понимания этого материала? Ну, он мне тогда дал понимание того, что великие люди, а Горин, он действительно великий драматург, они очень просты в общении, они открыты. Разговор с ними, это, ну, по крайней мере, он так его строил, это не то, что вот ты смотришь там на какую-то вершину, да, и думаешь, боже мой, как же гениален этот человек. А это полное удовольствие беседа, где ты абсолютно на равных комфортно и уютно себя ощущаешь. Очень умный, очень теплый, очень откровенный, искренний, искренний, искренность и скромность, потому что двухкомнатная квартира небольшая, ну, хотя на улице Горького, но тем не менее, вот с огромной собакой, которая, значит, тогда время было трудновато и не очень было хорошо с продуктами. Он говорит, ну, вот мясо жрет у нас он, в первую очередь. Мы с вами говорим, вот в рамках даже этой программы уже в восьмой раз, и вот только сегодня я подумала о том, что никогда мы с вами не называли имен тех людей, которые помогают в воплощении ваших мыслей. Это люди, которые часто не выходят на поклон, но их работа колоссальна. Давайте вот отметим фронт и очертим этот фронт и назовем, может быть, некоторые имена. Ну, у нас вообще очень такой трудолюбивый, трудоспособный театр, и, конечно, когда делается спектакль, то все принимают в этом участие. Вклад, может быть, немножко разный, но все действительно работают. То есть над Тилем трудился весь театр? Да, весь театр, конечно, да. И особенно цеха, те, которые связаны непосредственно с изготовлением костюмов, это наш пошивочный цех, это Галя Антонова, это бутафорский цех и декоративный, это и Ира Рязанцева, и Соня, и сейчас вот свет, звук пойдет. Конечно, огромная работа у Елены Подковзиной, у Светы Исаевой. Несколько бас, больше, там около десяти, по-моему, для радиомикрофонов. Да, да, больше десяти, конечно, тут у нас, как всегда, там около 20, наверное, микрофонов. Ну и все, кто работает здесь уже, это реквизиторы, это костюмеры, и Люда Лавочникова, и Лена Манерова, и Марина Ягурнова, помощник, в общем, ну все. Ну и, конечно, руководители наши, и директор Владимир Григорьевич, и заместитель директора Валентина Борисовна Шрейдер, который, и у нас замечательный завхост, Морозов Владимир, который очень много делает своими руками, цех столярный потрясающий, два человека работают, там, Паша Дрозд. Так что тут, в общем, человек, наверное, 90, вот можно, включая артистов, перечислять, потому что все артисты тоже заняты в этом спектакле. И плоды мы видим, собственно, и сейчас, и увидим во время премьера. Тут не так много, как бы, да, декораций, но работы очень-очень много. Есть такая традиция в театре, к премьере режиссер подписывает программки. И, как правило, вот эти короткие надписи, они адресованы и осветителям, и артистам, и всем тем, кто трудился над спектаклем. Как правило, вот эти несколько строк, они бывают очень знаковыми. Это или указание на недоработки, или благодарность и искреннее восхищение тем, как была построена работа. Что вы будете в этот раз писать людям? Ну, на недоработки я не буду указывать в программке, потому что это все-таки, я надеюсь, останется у них, как память и остается. Как память, поэтому, конечно... Да умеете завуалировать. Это благодарность. Мысли. Вот, благодарности, и, ну, и я стараюсь, ну, какие-то главные вещи для этого человека, то, что для него главное и для меня главное, ну, вот как-то вот это вот выразить и сказать. Ну, поскольку мы много... В плане удовлетворенности работы, что это будут, какие слова? Ну, я не знаю, это надо подумать через три дня, что, что, какое у меня будет настроение. Вы в процессе. Да, конечно, да. Хорошо, не спрашиваю, понимаю. Спасибо вам за интервью, премьера 6-7 февраля. Да, мы играем 6-7, 24-25 и 26 февраля на этой площадке, и 27 марта, Международный день театра, тоже здесь играем, а 28 марта на следующий день, это тоже мы считаем, что это праздник продолжается, на сцене Института культуры. Большая сцена, там тоже хорошая площадка, вот мы там впервые в этом сезоне будем играть тиль. Приходите, приходите. Спасибо. Благодарю вас за интервью. Это был художественный руководитель театра «Свободное пространство» Александр Михайлов. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!